всем привет народ вот решил записать вам новое видео готовы тогда поехали итак хотел поговорить с вами о нашей любимой игре counter-strike и о такой винтовке как фамас многие недооценивают этот вид оружия и мало им пользуются много раз в игре я замечал такие выражения как фу я не буду брать фамас я не играю с фамасом я вот прекрасно играю с фамасом мне очень нравится этот вид оружия ну и он считается достаточно бюджетным я не зря сказал что фамас является бюджетным оружием стоит он 2050 долларов это в игровой валюте плюс-минус вы можете приобрести себе броню без шлема как вы знаете она стоит 650 так же вы можете приобрести себе и каких-то там неудачных раундах либо одну либо две гранаты вспомогательные конечно опять заметьте что в разных условиях боя фамас наносит так сказать и разных уронов соответственно рассмотрим такие основные хитбоксы как голова грудь руки живот ноги хитбокс это та часть тела вашей модельки в которую вы получаете урон при попадании до соответственно если вы не успели закупиться броней какой урон вы будете получать попадание в голову 120 процентов попадание в грудь и руки 30 процентов живот 37 процентов ноге 22 процентов Попадание в голову 80%, попадание в грудь и руки 21%, живот 26%, ноги 22%. А здесь наглядно показано, как вылетают все 25 патронов. Ну и соответственно, как их можно контролировать. Заметьте, что первые 4 патрона ложатся очень кучно. Если учитывать то, что вы можете попасть в голову, это большая вероятность того, что вы наверняка убьете противника. Многие из вас видели, что я частенько отыгрываю позицию опорника на пункте B. Покупка по массам не дает возможность прикупить с собой еще одну-две гранаты. В зависимости от того, как я провел предыдущий раунд. В любом случае, хотя бы одну гранату я смогу прикупить. Это уже на мой выбор и зависит от того, как я предпочитаю играть. Либо я покупаю дым, если у меня есть возможность купить молотов, который должен остановить полное наступление, сразу группы противника на меня. То есть, если противник пытается зайти в B-Plant полностью наскоком, то B-Plant должен закрываться молотом. Вот он, проход, да, вот этот, соответственно. Покупка в Хамаса дает мне такую возможность. Субтитры создавал DimaTorzok Фамас эффективен на всех дистанциях. Будь то длинная дистанция, да, когда вам нужно перестреливаться с противником на длинную дистанцию, скажем так. Вы можете также тейпать с него, да, это выстрел одной пулей. Можете бёрстить, у него есть специальный для этого режим. Можете переключаться, да, на, получается, правую кнопку мыши. Вы переключаете Фамас, и он начинает выпускать по три патрона. Ну, соответственно, он, конечно же, не лучше АК или Эмки, но он и стоит также меньше порядком. Если нам для покупки АК нужно 2700, да, то Фамас идёт меньше. Также Эмочка у нас, да, она стоит 300. Бюджетный вариант замены, это как всегда Фамас. Заметьте, что оставшись один, я сейчас буду отыгрывать один против четверых. Я спокойно расправляюсь с противниками, сначала с одним, потом со вторым, с Фамаса. Дистанция, в принципе, можно сказать, чуть дальше среднего, но это мне не мешает. Я не выпускаю полный спрей, я стреляю обычно 3-4 патрона, как бы, и стараюсь немножко стрейфиться. Благо, что вес позволяет Фамаса нам двигаться чуть-чуть быстрее, да. У нас получается АК чуть тяжелее, все остальные оружия чуть тяжелее Фамаса, и это даёт мне небольшое преимущество. Также за счёт его точности и разброса, как бы, у него менее, скажем так, сильный разброс, чем у АК или М4, да. Мне это позволяет отыгрывать с него примерно, ну, очень хорошо, я бы сказал, в некоторых случаях. Субтитры делал DimaTorzok Каждый по-своему настраивает мышку, по-своему настраивает под себя сенсу и всё остальное. Каждый учится спрейить по-своему, либо давать один выстрел точный, на дистанции, либо в упор, либо при помощи стрейфа. Всё это зависит индивидуально от каждого игрока, от характера, от вашего, от всего остального. Хочу сказать напоследок и в завершении своего ролика, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь стрелять с Фамаса, попробуйте, потренируйтесь. Я же говорю, оружие в игре считается бюджетным, так как оно не очень дорого стоит, да. И в каком-нибудь эко-раунде, когда у вас получится его купить и прикупить себе броник, это может зарешать многое. Я бы не сказал, что оно прям очень мега-эффективное оружие. Ну, я ложил три или четыре противника с Фамаса прям в лёгкую. Причём противников вооружённых АК, М-ками, там ещё чем-нибудь, каким-нибудь другим, более мощным оружием. Вы, наверное, это видели на моих стримах. Ну, и в завершении своего ролика, ребят, скажу. Всем приятной игры, играйте чаще, тренируйтесь. Знайте, что без упорства, без тренировок, без наигрывания, да, нашу любимую игру Counter-Strike. Не будет победы, не будет красивой стрельбы, не будет хороших хедшотов, да, когда у вас всё залетает прям вот тютелька в тютельку. Ко всему нужно стремиться, всего нужно добиваться, это во-первых. Ну, и также скажу, играйте, пожалуйста, честно. Не люблю, никогда этого не скрывал, что ненавижу читеров. Это вот, прям какой-то бич Counter-Strike. Всем хорошего вечера, до свидания, приятного вам просмотра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!